5 февраля Евгению Михайловичу Чучкалову, почетному гражданину Ульяновской области, заслуженному врачу России, исполнилось бы 100 лет со дня рождения. 13 лет назад он ушел из жизни. Именно Евгений Михайлович открыл целебный ундоровский минеральный источник, который был буквально возрожден после полуторавекового забвения. Он стал инициатором промышленного выпуска этой уникальной воды – развития ундоровской курортной зоны, создания там областного реабилитационного центра ветеранов войн. В своих брошюрах Чучкалов подробно описывал полезные свойства воды, бьющей из ундоровской и симбирской земли. Все его рукописи представлены в музее Ульяновского госпиталя ветеранов войн. Екатерина Александровна Войчулис, которая сегодня является директором музея, была одной из первых помощниц Евгения Михайловича в его непростой работе. Сохранилась фотография, размещенная на обложке одной из книг, где они сидят вместе в лаборатории. Он всегда верил в то, что вода имеет очень большое будущее. И он старался создать центр в Ундорах. Он неоднократно ездил в Москву для того, чтобы помогли создать там этот центр. Все свои открытия Евгений Михайлович сделал, работая и возглавляя областную больницу номер 2. В народе ее называли Обкомовской. Там лечился весь партапарат области. Этому лечебному учреждению он посвятил более 30 лет. При деятельном участии Чучкалова в учреждении появилась современная аппаратура. Было построено новое здание. При нем в области впервые были внедрены такие инновации, как применение аэрозольных ингаляций, эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, лечение солнечным импульсом, инфракрасным облучением, ионизированным воздухом. Человек был ответственный. Он приходил на работу в 7 часов утра. И он уже до этого проплыл в бассейне, например, уже 50 или больше метров, и в 7 часов был уже на работе. У него всегда были халаты белоснежные, накрахмаленные. Всегда и требовал это от сотрудников, чтобы все были хорошо выглядели, все хорошо одеты, все было с иголочки. Потом, значит, когда он уходил с работы, это было 9 часов, не раньше. Он обходил все отделения больницы и все спрашивал, кого, какие есть проблемы. Врач от Бога собрал вокруг себя высокопрофессиональный дружный коллектив. Некоторые до сих пор работают в той самой больнице. Правда, теперь она называется третьим отделением Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Евгения Михайловича Чучкалова. Евгений Михайлович был очень заботливым главным врачом. Он был очень заботливым, так сказать, нашим руководителем и папой. Очень хорошо передавались традиции, вот это наставничество. И вот потому, что это наставничество настолько было развито и передавалось уже опытными медицинскими сестрами, там, врачами. И коллектив был вот как одно, единое целое. 6 февраля во Дворце творчества молодежи состоится чествование легендарного врача, презентация книги с его воспоминаниями и конверта, посвященного юбилейной дате Евгения Михайловича Чучкалова. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова